привет дорогие зрители канала автоподбор 25 сегодня будем знакомиться с замечательным автомобилем subaru forester версия x-t x-t turbo 280 лошадиных сил это будет как и обзорчик автомобиля и будет такой небольшой краткий отзыв об автомобиле что касается как автомобиль себя ведет по грунтовки это обновленная версия рестайл в чем разница на читая рестайл и до рестайл допустим по передней части автомобиля это конечно фары фары здесь изменились ну и конечно в turbo версии в turbo версии идет такой агрессивный спортивный бампер по задней части автомобиля сразу нам бросается в глаза две выхлопные трубы агрессивный выхлоп который нам сразу же напоминает то что subaru валит он реально валит естественно subaru 4 воды также изменились изменили задние стопорей ну и еще нам напоминает то что это труба автомобиль это естественно x-t по внешней части в принципе отличий больше нет давайте по кругу его пройдем посмотрим я имею ввиду turbo и нет turbo за исключением допустим на вот этой версии зеркала заднего вида в черный цвет окрашены и на крыше акули плавник он тоже идет черного цвета и так для кого этот автомобиль да в принципе для всех для всех и всего замечательный внешний вид высокий очень высокий клиренс именно для кроссовера комфортабельный салон огромный багажник шикарная управляемость ну и конечно же ну и конечно 4 в.д. в общем это и городской автомобили для поездок на дачу и на природу и на рыбалку и просто с детьми куда-то съездить отдохнуть автомобиль для всех давайте пройдемся немного по по техническим данным и так значит колеса рекомендованы производителем размер 225 55 на 18 объем двигателя 2 литра 280 лошадиных сил заявленный расход топлива заводом изготовителем 7 и 6 литров но поверьте поверьте это далеко не так бензин рекомендуется ли сюда 98 трансмиссия идет вариатор вариатор идет цепной клиренс все привыкли мерить по бамперу но это не так он мериться по самой нижней точке на автомобиле 220 220 миллиметров разгон до сотни шесть с половиной секунд но это тоже не знаю как они умерят здесь три режима езды обычно режима и режим спортивный режим и там супер спорт когда турбина включена это мы сейчас замерим попробуем конечно ложится ложится шесть половиной секунд радиус разворота на вот этом таком немаленьком кроссовере 5 и 3 метра объем топлива на бака составляет 60 литров что касается подвески передняя подвеска не знаю как бы он так показать идет независимая задняя подвеска идет тоже независимая на двух поперечных рычагах тормоза что задние что передние у нас дисковые вентилируемые по освещению фары у нас идут светодиоды но к ним мы еще вернемся мне не нравится как они как они ведут себя ночью я попытаюсь попытаемся конечно это заснять показать но смысл весь том да то что когда они получается а когда ты едешь допустим где по городу да по городу вопросов нету то есть у нас освещение там практически везде когда ты едешь где-то по загородной трассе и фары светят во первых они светят немного немного влево да и как бы они вот вот такое ощущение что там буквально 40 50 метров светят они от машины поверьте этого как бы мало когда включаешь дальний свет до вопросов вопросов не возникает поэтому фары здесь какие-то но это мое личное мнение они такие недоработанные не то что фары да а именно освещение что касается электрических систем автомобилей поверьте здесь их очень много это я бы со системы распределения тормозного усилия и вспомогательная система торможения система электронного контроля устой устойчивости что тут еще адаптивный круиз-контроль и многое многое другое это так и рассказал просто вкратце кому интересно заходите смотрите тактика там технические данные ну и к системам к электронным еще конечно вернемся здесь очень хорошая система айсай я покажу как она работает ну теперь давайте посмотрим на сердце автомобиля субаровский боксер 280 лошадиных сил что нам бросается в глаза ну понятно то что бросается там интеркулера забор воздуха и так далее здесь установлены два вентилятора то есть реально идет идет мощнейший облук как вы заметили ноздри на капоте нет как на предыдущих версиях то есть воздух забирается вот два сопла они соединяются идет на обдув на охлаждение турбины все остальное в принципе как и как и на любом субарике ну так же бросается еще в глаза это масляный фильтр он установлен он сверху вот маслозаливная горловина здесь subaru сразу пишет какое масло рекомендовано лить в turbo версии это 5 в 30 в б 20 в мушку обычную 20 там рекомендуется лить 020 послушайте как работает subaru вентиляторы кстати работают практически практически всегда ну я имею ввиду с периодичностью родной соборовский звук его не спутаешь ни с чем работу двигателя далее по внешнему виду значит что хотелось бы добавить очень удобно придумали вот эти вот пластмассовые накладки которые закрывают пороги то есть она всех четырех дверях зачем это нужно то есть открыли 2 до когда мы садимся в автомобиль у нас порог порог он идет всегда чистой и так данной версии к данному автомобилю по комплектации значит понятно камера заднего вида сам можешь установить бесключевой доступ определить его легко со стороны есть вот такие две полосочки повторители повторители датчик дождя подогрев лобового стекла система айсай фары линзованные фары линзованные когда автомобиль заводится они начинают я попытаюсь вам продемонстрировать это итак заводим автомобиль смотрите на линзы не знаю будут отсвечивать не будет отсвечивать лоб но заводить друг ведь они повернулись влево вправо они настроились ну и также конечно со стороны выделяет труба версия я уже говорил то что бампер вот эти вот ходовые огни связан скорее всего не видно но смотрятся они достойно кстати горят они постоянно фары мы отключили ходовые огни они не отключаются также на труба версия снизу установлена защита поддона багажное отделение у данного автомобиля она большое единственный минус я вам сейчас покажу задние сиденья здесь не раскладываются в ровный пол был до в ровный пол был у меня опыт такой поехал я на рыбалку вот это был первый форестер который был не turbo думала не раскладываются по факту получилось то что они не раскладываются и как бы такой вот бугорок сейчас разложу покажу багажное отделение в данном автомобиле установлены ковры почему потому что здесь все пластиковая как бы защита идет чтоб не поцарапали пластик объем объем багажного отделения судите сами но поверьте он реально большой автомобиль идет полноценная запаска поднимаем первая ступенька здесь у нас идет пенал кто смотрит наше видео следи да знаю то что автомобиль залезла крыса погрызла все вот ну и запаска знам кратом спрятались там дальше спинки откидываются ну вот видите что получается как бы да спору нет поспать здесь можно багажное отделение она увеличилась увеличилась но вот этот бугорок это конечно не есть хорошо сидение идут в автомобиле с кожаными вставками на turbo версию ну по крайней мере я не встречал обычные тряпочные сидения на нет turbo версиях здесь тоже идет пластик дверная карта ну основная не основная часть где-то 70 на 30 пластика начали мы с вами со второго ряда сидений давайте сразу сядем автомобиль посмотрим сколько здесь места в данный момент переднее сидение водительское отодвинуто до конца коленками я не упираюсь со стороны может показаться то что место в автомобиле мало но поверьте вместо здесь довольно много сидеть удобно комфортно в принципе в принципе три человека я думаю ну моей комплекции да может что-то чуть побольше принципе сядет без проблем значит из удобства для задних пассажиров кстати вот эта комплектация да ну какая-то она вот непонятная нет подогревов нет электросидений нету педалей железных они обычно идут на turbo версиях из удобств значит для задних пассажиров в принципе ничего такого нет это просто идет подсветочка подсветочка ручки идут ну и в дверной карте в дверной карте идет вот такой карман не знаю для чего он и идет вот такого плана бутылочница пойдемте посмотрим со стороны переднего пассажира что касается посадки в автомобиль посадки но на реально очень удобно то есть смотрите вот без проблем да вот с первого раза раз сел все и не надо мне там делать несколько телодвижения чтобы сесть чтобы не было удобно место пассажира место тоже довольно много вот такая идет удобная ручка кожаная вставка здесь тоже идет кожа ниша подстаканник ну и небольшое тоже такое углубление идет очень удобная ручка фишка subaru да вот здесь если обратили внимание козырьки козырьки они идут такие как бы укороченный но если такая замечательная штука для чего она сделана спросите вы выдвигаете она бац в камеру упирается в зеркало упирается нет ребят она сделана не для этого она сделана для вот этого вот если вы как бы ставите до чтобы сбоку солнце вам не светило зеркало идет подсветкой subaru ну молодцы ребята я такого на автомобилях не встречал на других бардачок бардачок идет полный но поверьте он реально идет большой с левой стороны у нас пищалка встроена с правой стороны соответственно тоже здесь идет пластик но пластик идет мягкий идет обдув пассажира там идет обдув водителя но на водительское место мы сейчас с вами переместимся сядем также с автомобиля очень-очень удобно выходить давайте посмотрим как я буду садиться на водительское место то есть вот допустим дверь мы открыли да ну как правило садишься берешься за руль сел все тоже сел с одного раза в принципе сразу в удобную позу очень удобно по дверной карте все понятно автоматически стеклоподъемник управления центральным замком складывание зеркал регулировка зеркал не знаю кому я об этом рассказываю хотя знаете многие об этом даже даже и не знают отключение системы фару чтобы не настраивались отключение антипробуксовочной системы это регулировка подсветки кнопка старт кнопка store педали как я говорил да вот почему то вот такая версия к это непонятное также как и сиденьем сиденья по идее должно быть электро вот но хотя бы хотя бы плюс в том то что то что сиденье регулируется по высоте и так бардачок идет здесь кожа здесь идет вот такой пенальчик монетница там у нас два избе входа и розетка с прикуривать ну это же такой немаловместительный бардачок бардачок посередине идет два подстаканника между ними перегородка при желании она убирается идет у нас с вами ручник обшивка здесь идет кожа ручки переключения передач кожа накладка кожа здесь пластмасса вот это вот место само да не знаю у кого есть форики напишите в комментариях но по мне вот здесь пластик какой-то знаете он отличается от всех потому что буквально вот вот это вот царапины недавно не было я не знаю откуда она взялась здесь также идет углубление и отключение датчиков слепых зон кстати датчики слепых зон вот они установлены ну опять же это мое личное мнение я считаю то что это бесполезная функция на данном автомобиле почему под не то что бесполезная функция да а не продумана она потому что они маленькие днем светит солнце ну не всегда и видно ночью до вопросов нет ночи там сумерки начинаются их видно четко но светлое время суток с этим конечно проблематично и так значит когда заводим автомобиль заводим у сразу видно яркий такой спортивный характер на автомобиле смотрите на стрелке и звук такой все таки ну прям мощный это спидометра до 8000 кстати здесь стоит ограничитель смотрите сейчас даю газ в пол то есть он поднимается до 4000 все дальше он он не идет ну спидометра соответственно идет 180 километров электронный бензобак здесь есть управление кстати до рестайл и после рестайл да у них изменилось немного управления меню конкретно вот этим меню до рестайловские версии до рестайловские версии она управлялась с руля здесь сейчас вот это меню она управляется с этой кнопки вот это что за кнопки здесь есть дополнительное меню то есть мы можем выставить себе что перед нами был дублировался километраж в электронном виде вот это это время с того момента когда мы завели автомобиль здесь сейчас ничего нет потому что он только что только что заведен ну и собственно режимы три режима езды это обычный а режим голубенькая полоска сейчас стоит спорт режим такая желтенькая полоска и грубо говоря не все называют его по-разному да там turbo режим когда турбина у тебя она постоянно включена постоянно работает и идет там спорт по моему идет ручной не ручное переключение передача вот здесь нам показано на какой передачи мы едем сейчас по дороге тоже тоже вам это покажу итак сам основной центральный дисплей здесь у нас показывается давление турбины температура масла в двигателе акселератор как мы давим на него остаток километража и также там несколько менее вот она собственно сама турбина часы время расход топлива расход топлива показывать 7 и 2 на 1 литр мы проезжаем еще дополнительный расход топлива кондиционер немного немного вернемся к кондиционеру климат-контролю он идет здесь двойной бесполезная функция на данном автомобиле не только знаете на данном а вообще-то бесполезная функция почему вот представьте до пассажир себе включил кондиционер я себе включил горячий воздух ну как это будет выглядеть я не понимаю если честно всем как он работает вот иду вот сейчас обычно доработает кнопочку dual нажал все то есть вот пассажир себе может включить тепло дует сейчас отсюда тепло а с этой дурки уже дует холодный воздух я не понимаю этого вообще фишка такая не знаю чем это связано когда включаешь на обдув лобового стекла тебя сразу включается кондиционер в автомобиле спрашивают многие там связано с нашей работы как включить обогрев лобового стекла ребят все очень просто включили на обдув воздух на горячего включился обогрев лобового стекла как включить обогрев задних стекол включили обогрев заднего стекла все вас обогрев зеркала заднего вида он начинает работать руль в оплетке но руль здесь идет кожаный это управление круиз контролем есть видят полный мультирую но полный мультируль встречается на этих автомобилях реально редко не знаю чем это связано при желании можно докупить кнопочки установить но опять же не хочется лезть в эту вот электрику здесь у нас идет вот эта вот кнопка это расстояние до передающего автомобиля мы можем выбрать себе три полосочки три режима датик движения по полосе покажу как он работает функция мне это не нравится включение с мокру из контроля ну и мы выбираем выбираем скорость на автомобиле вот так же идут подогревы сидений передних кнопка x-mod подогрева работают в двух режимах мне не нравится как работают здесь подогрева в плане не знаю как в других автомобилях но здесь допустим зимой уходишь ты из автомобиля включаешься подогрев там на полную мощность думаешь ага я утром приду там сиденье будет тепло ничего подобного он начинает работать только после того как вы свою пятую точку усадили на кресло после этого включается подогрев сидений далее значит по функциям две стереокамеры отключения датчиков идет подсветка ну в принципе так кратенько пробежались больше ничего такого не знаю активные подголовники подушка безопасности раз-два в стойках они тоже есть ручка для водителя по основным по таким функциям пробежались вкратце вот еще не добавил да вот она кнопки переключения передач в ручном режиме руль у нас регулируется по высоте в двух положениях и по вылету тоже в принципе любой человек любой человек может под себя это настроить место очень много места в вагоне свободно сядет человек такой плотной комплекции не знаю килограмм под 150 будет чувствовать себя комфортно то есть головам и сидушка она задрана полностью наверх я не бьюсь головой как знаете садишься вот в каком-то видео я показывал по моему в альфу я сел я вот сижу и все я головой бьюсь блин а в этот потолок здесь нет здесь здесь такого нету переднее сиденье тоже идут с кожаными вставками ну и в принципе все то есть дальше все по стандарту давайте немного проедем ребят по управляемости на автомобиле давайте я вот как от автора дать себя там без там каких-то безумных слов как она есть так она есть так не забываем обязательно пристегиваться что хотелось бы добавить по обзорности обзорность она шикарно она просто великолепно то есть принципе в принципе видно все перед тобой панель да вот именно управление всех датчиков все очень видно прям нереально супер хорошо зеркала заднего вида они тоже такие знаете объемные большие вот здесь форточки форточки стойка вот это она не мешает обзора также и поль левой стороне тоже не мешает единственное но это идет по стандарту зеркала заднего вида в автомобилях они все маленькие поэтому здесь пришлось пришлось установить уже такое зеркало руль отзывчивость руля шикарная великолепно то есть буквально руля немного немного влево вправо все автомобиль он слушает тебя прям моментально моментально сходу звук поворотников такое он знаете как бы как сказать не сильно раздражающий кстати обратите внимание сейчас я отстегнусь отстегнусь сейчас мы поедем барики убрали пищалки вот эти нудные которые были слышите да звук такой стал потише потому что вдоль и стали ну там там было просто невозможно ездить на автомобиле и так допустим кстати вот не показал еще функцию да когда их смот включается здесь мы видим колеса на как грубо говоря какое колесо тормозит куда приходится крутящий момент и так далее показывают у нас температуру масло давление турбины акселератор ну смотрите машинка на реально отзывчиво да вот нас обгоняет под жерек стоит дать чуть газку а и под жерек перед тобой перестраиваться ну давайте тогда начнем с круиз-контроля то есть включаем круиз-контроль выставляем скорость круиз-контроль у нас активный скорость выставили мы сто четырнадцать километров в час это максимальная скорость вот здесь датчики к стереокамеры они видят впереди едущий автомобиль когда он будет тормозить когда он будет тормозить наш автомобиль тоже остановится и если мы если система будет притормаживать то у нас автоматически будут загораться задние стопори чтобы чтобы автомобиль который ехал сзади в нас не въехал если сейчас мы пойдем на обгон идем на обгон стереокамеры потеряли впереди едущий автомобиль мы автомобиль у нас начинает сам набирать скорость то есть он наберет до 114 километров в час и будет держать ее чтобы отключить круиз-контроль достаточно нажать на тормоз на тормоз мы нажали все круиз-контроль у нас отключился включить вот этим ползунком выставили скорость поехали далее значит датчик движения по полосе смотрите сейчас я буду уходить с полосы он нас будет предупреждать запись и слушайте слышите он запищал но если я включу поворотник то пищать он уже не будет потом значит функция удержания в полосе вот эта вот кнопочка нажали ее по идее сейчас мы будем уходить с полосы руль должен вернуться обратно она работает не понять как смотрите уходим влево машина реально она вернулась обратно чем она мне не нравится давайте еще раз влево не работает давайте вправо попробуем уйти тоже не работает смотрите сейчас догоним автомобиль автомобиль догнали камеру увидели все скорость автомобиль скинул давайте не знаю может разметку не видит еще раз попытаемся вот так вот сходу прям влево уйти так об ни хрена она не работает она то работает то не работает недавно возвращались ездили в пригорода возвращались уже по темноте вот я отвлекся буквально на секунду отвлекся и вот вот она сработала руля как дало влево я как-то узнаете испугался аж я руля вправо короче говоря машину влево вправо ну я и не пользуюсь хочу вам просто показать вот смотрите влево идем вот сейчас вот сейчас работал давайте еще разок влево вот видите подрулил немного интересно вправо с работы вправо нет разметки у нас вот и вправо тоже сработал то есть говорю не понять все что куда и как когда работает когда не работает дальше значит вот этой кнопочкой можно выставить видите меняется две одна полосочка расстояние до впереди едущего автомобиля и так сейчас мы с вами едем на обычном режиме то есть стоит дать чуть-чуть газку обороты сразу растут растут на обгон на обгон автомобиль идет вообще без каких-либо проблем скорость набирает ну реально махом махом и моментально ладно сильно гонять гонять мы не будем сейчас покажу режим который спорт режим виде вот желтенькая загорелась вот так же допустим едем доедем там 60 км в час нужно обогнать газ пол все обороты взлывают автомобиль он еще быстрее набирает скорость мне очень нравится subaru как subaru входит поворота скорость 130 километров в час затяжной поворот машина едет она вот уже ближе к 140 километров в час она реально едет как просто как вкопанная то subaru ему ему вообще пофигу так ладно потише к обзору сильная особо так скажем не готовился забыл заправить машину бензина у нас нету показано то что осталось проехать 30 километров в час вот 30 метров в час 30 километров поэтому сейчас идем на разворот и едем с вами в спорт режиме спорт режим сразу показано то что мы едем на 8 скорости газ кучу даешь он переключается на 4 обороты ползут вверх и моментально набирает скорость автомобиль вот смотрите на ручном режиме когда турбина включена кстати вот датчик турбины едем на 6 скорость сейчас дам газ пол сразу переключается на вторую вот она работа трубины и все и и он просто попер то есть он он реально да не то что реального нереально прет вот такой вот subaru так разгон до 100 телефон секундомер ну понятно то что как бы он не полноценным до будет но тем не менее тем не менее давайте сейчас попробуем итак поехали об значит обычный режим обычный режим 833 завод-изготовитель заявляет сколько там шесть половины секунды давайте сейчас попробуем спортивном режиме итак ребят спортивный режим то есть включаем вот он желтенькая у нас загорелась сейчас автомобили автомобили пропускаем сзади едет у нас джимик но я думаю если делать это профессионально да то в любом случае на какие-то там доли секунды профессионально получится получится быстрее итак раз-два-три то есть газ в пол об 7 13 7 секунд там 13 миллисекунд а вот кушает он много загорелась у нас лампочка ну и давайте сейчас попробуем в этом самом поставим супер спорт ручное переключение ручное переключение встанем поровнее раз прямая у нас мы опять же газ в пол поехали об 66 55 судите сами как бы в принципе в принципе да то есть заявляет они шесть с половиной секунд вот на ручном режиме да если если это делать профессионально то я думаю можно будет уложиться даже чуть чуть побыстрее напишите в комментариях как вы считаете для кроссовера полноценного кроссовера для форика 280 лошадиных сил как это нормально или хотелось бы конечно побыстрее так мы пока едем на заправку подаем на заправку немного расскажу какие впечатления об данном автомобиле впечатления не только только положительное то есть я уже говорил то что это кроссоверы высокий клиренс вообще комфортабельный салон кстати по салоне да нет такой там три сучки нету практически никаких там сверчков там пинков какие-то не то что пинков да ну короче говоря салон он не скрипит так идем на круиз-контроле по скорости немного добавим принципе 80 км в час нормально повороты входит шикарное место очень много багажник очень большой минус 1 минус это это расход топлива ребят по городу получается где-то 20 литров то есть это много это это ну это если не топит на нем если топить то все 25 литров по расходу масла пробег на автомобиле там 17 с половиной тысяч масла не заметил вот но труба в автомобиле вроде как масло как бы не едят у них идет там на угар литр завода болячка их не именно трубовых двигателей это какие-то прошивка да но с этим тоже еще не столкнулись вот что касается обычных двушек те да они кушают масло хотя с другой стороны вот у меня был пушечный до этого у серёги серёга знаете кто такое там видео смотрит вот у него масло не кушал у меня масло кушал я доливал там бывает литр долю бывает вообще 2 литра доливал на 5000 вот но пробег как бы на автомобиле был не маленький его покупал с пробегом 136000 вот наездил на нем где-то тысяч наверное тысяч наверное 50 вот в данном автомобиле ну пока кроме масла я здесь ничего не менял вот на до рестайловых версия да в принципе на рестайловых версиях тоже есть болячка это рулевая рейка рулевая колонка она начинает стучать там она кто по-разному кто как говорит кто говорит то что ремонтопригодным кто говорит не ремонтопригодное и там сделаю через пару месяцев она опять застучит но таких там больших неудобств она не доставляет она подбрякивает только по грунтовке болячка это соленоид на вариаторе но опять же это на не труба версия здесь хотя здесь в принципе такой же вариатор стоит возможно тоже будет но с этим мы столкнулись где-то на 100 наверное не помнили 110 или 120 тысяч пробегу на другом форике у серёги дальше значит соленблоки передних рычагов тоже больная тема такая вот ну и в принципе то в принципе все таких там больших болячек нет у меня и вовремя масло фильтра вот рекомендуют масло менять в россии вообще-то официальный дилер раз 15 и потом раз в 10000 потом кто там раз 7000 я масло меня каждые 5000 на да не только на этом автомобиле вообще там на своих автомобилях которые которые у меня были как-то знаете будет поспокойнее вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По осям идет какой-то перекос То есть автомобиль начинает буксовать Включается антипробуксовочная система Нет, проехал я то место Вот, вот, вот видите? Автомобиль завис То есть я давлю на газ, автомобиль никуда не едет На тормоз Давайте попробуем включить Систему X-MOD То есть X-MOD я включил Здесь показано Здесь тоже показано Отпускаем автомобиль не едет Противоткат Ну и пробуем ехать на X-MOD Никуда, колеса буксуют Ну По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть По чуть-чуть, по чуть-чуть Видите, вот здесь как тоже показано И я думаю, мы сейчас выйдем в резину Ребят уже, блин, сжечь Мне не хочется Я прям чувствую, как автомобиль перекашивает Да, да Автомобиль выехал Пытается, пытается, пытается Мне интересно Что у нас происходит С колесами автомобиля Ну, мы такое препятствие Уже проехали, основное Поэтому ничего тут мы интересного Уже не увидим В общем, X-MOD, конечно, он Он помогает Сейчас будем обратно возвращаться Покажу, как он работает с горы X-MOD Многие там говорят Надо останавливаться Включать его, отключать Ничего подобного Вон, на ходу его отключил Он отключился Вот еще раз, смотрите Без X-MOD, да Вот Довольно неплохо Все, и та сторона буксует Еще раз Включаем X-MOD X-MOD включен Давайте попробуем Не хочет Так, у нас, наверное, температура подросла Да, температура выросла до 109 градусов Ну, с трудом С трудом То есть, на X-MOD он не вылез Да, пришлось, как бы Откатиться немного назад Назад Отключаем X-MOD Откатились немного назад После этого автомобиль у нас Поехал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие, конечно, препятствия для него Для него тяжело Ну, не хочет он ехать То есть, даже если мы сейчас разгончику поедем Да, ну просто тупо сядем здесь на брюхо Дрон, ну что там никуда не улетел бы Хотя, ну Не будем Не будем гробить автомобиль Спуск вниз Ну, тоже никаких там неудобств Конечно, он не доставляет Да, ну допустим, смотрите Давайте сейчас пониже спустимся Ну да, тут глина такая еще несет машину немного Господи, где же мы тут ехали-то поднимались-то наверх-то Где-то, где-то ехали Вот смотрите, включаю X-MOD X-MOD включил, ногу с тормоза убрал Все, машина поехала сама То есть, она сама выбирает, когда ей тормозить Там, когда ей не тормозить Вот смотрите, нога Много я вообще убрал с тормоза Сама едет Здесь тоже показано Какие колеса тормозят, какие в движении Ну, еще раз давайте вывод Да, хороший внешний вид, большой клиренс Комфортабельность Мощь, самое главное, мощь автомобиль едет Из минусов, это расход топлива В общем, если вы купите себе такую Subaru Я думаю, вы не пожалеете Потому что, ну, не знаю, как в центральной части России У нас на Дальнем Востоке Что можно взять? Там из аналогов Это какой-нибудь там старый, старый X-Trail Да и в принципе-то, ну, а Outlander может быть, да Больше, больше ничего такого нету Итак, дорогие зрители, дорогие друзья На сегодня будем заканчивать Получился вот такой и небольшой отзыв По эксплуатации И небольшой обзорчик Поэтому, кому понравилось Обязательно палец вверх А лучше два, а лучше три Мне понравилось Тоже ставьте пальцы вниз Вот, но еще И кто еще не подписан на наш канал Обязательно подписывайтесь Следующее видео будет Кстати, многие просили снять Вот вспомнишь, оно и поедет О мотоциклах, да Заедем, поснимаем Потому что сейчас начинается сезон Вот И все-таки Кризис, да У нас в стране Поэтому Идем на авторынок Зеленый угол Снимаем бюджетные Бюджетные, недорогие автомобили На сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok